МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Американский суд может отменить смертную казнь казахстанцу Джохару Царнаеву, осужденному по статье «Терроризм после трагедии в Бостоне». Прошение подал адвокат осужденного. Тем временем конфликт Украины и России может затянуться на столетие. Причем это сейчас не образно. Кто и почему так считаем, узнаем сегодня у Аиды Хайдар. А между тем казахстанские фермеры будут обучаться новым подходом у американских коллег. У Жанны Алпызбаевой подробности. Американские технологии приедут в Казахстан. Казахстан крупнейшие агрогиганты США научат фермеров выращивать коров и продавать мясо на экспорт. Удастся ли решить многолетние проблемы отечественного сельского хозяйства? Об итогах встречи премьер-министра Оскара Мамина на высшем уровне в Штатах расскажу сегодня в выпуске. Ждем деталей, Жанна. Расскажем сегодня, кто назван «Человеком года» по мнению журнала «Таймс». Кому чаще всего отказывает визик госдеп США? И какое место в этом списке занимает Казахстан? В ближайшие полчаса правда и ничего, кроме правды. В эфире из Алматы Мелинова в Улидии. Вот главные темы уходящей недели. Астанинский процесс, о чем договорились страны-гаранты, расскажем. К чему приведут переговоры в Париже и как ситуация в Украине изменится в ближайшее время? Подробности у Аиды Хайдар. Встать суд идет. Почему адвокат попросил суд США отменить смертный приговор Жухару Царнаеву? Подробности в выпуске. Чему будут учиться казахстанские фермеры у своих коллег из США, выясняла Жанна Алпызбаева. «Таймс» назвал человека года. Кто удостоен высокого статуса? Расскажем. Итак, в Нур-Султане на неделе прошел 14-й раунд астанинских переговоров по Сирии. Иран, Россия и Турция подтвердили свою приверженность независимости и территориальной целостности Сирии. Такое совместное заявление они сделали по итогам встречи в столице Казахстана. Кроме того, страны-гаранты отвергли все попытки создать незаконные инициативы в Сирии под предлогом борьбы с терроризмом. Они выразили решительность противостоять сепаратистским планам, угрожающим национальной безопасности соседних государств. Вдобавок, Иран, Россия и Турция выступили против того, чтобы США получали доход от добычи нефти, которая, по сути, принадлежит Сирии. Ну, оставим это на совести, как говорится, американцев, их позицию. Но мы категорически эту позицию не поддерживаем, не приемлем. Никто не может распоряжаться богатством, национальным богатством другой страны. Причем распоряжаться незаконно. И неважно, в чьих интересах и куда они хотят направлять доход. Страны-гаранты отвергли все попытки создать новые реалии на земле. Включая и инициативу по незаконному самоуправлению под предлогом борьбы с терроризмом, мы выразили решимость противостоять сепаратистским планам, направленным на подрыв суверенитета и территориальной целостности Сирии. И угрожающим безопасности соседних стран. И мы продолжаем выпуск. Российский лидер Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский на своей первой личной встрече приняли участие в девятичасовых переговорах, проведенных при посредничестве президента Франции Монелла Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель. Заключительное коммунике по саммиту в Нормандии включало обмен пленными и подтверждение обязательства по выполнению существующего соглашения о прекращении огня в восточной части Донбасса. Отмечу ранее, подобные договоренности не были полностью закреплены. Лидеры России и Украины договорились также обменять всех оставшихся пленных от конфликта на востоке Украины до конца года. Вот как встретили эту новость жители самопровозглашенной Донецкой Народной Республики. Это хорошо, это первый шаг к миру, я считаю. Надеюсь, что все уладится, все здесь очистится от нехороших людей, а хорошие будут жить в мире и согласии. Очень бы хотелось, чтобы обменяли пленных и чтобы плену никого не было. Я даже очень хочу, за каждого переживаю, и за украинцев, и за наших, потому что жалко ребят, которые страдают, зря страдают. За что они страдают? Не, я не могу прям бесслез на это смотреть. Нет. Подвижек никаких нет. Сколько говорили, нет ни подвижек, ничего. Не остаться как не было, так и нет. Стороны также заявили о соглашении в течение следующих четырех месяцев работать над местными выборами в Донбассе, который до сих пор остается главным камнем преткновения. Однако не было никаких подробностей о том, как будет проводиться голосование. И Макрон признал, что по этому вопросу все еще существуют разногласия. Не было также определенного согласия по политическим вопросам, которые стоят на пути разрешения конфликта. К ним относится статус Донбасса на территории Украины и вопрос, кто должен де-факто контролировать границу между Донбассом и Россией. Я напомню, конфликт на востоке Украины, разразившийся в 2014 году, привел к гибели больше 13 тысяч человек. Фактически оставил большую часть Украины под контролем сепаратистов и усугубил самый глубокий разрыв между Востоком и Западом со времен Холодной войны. Очередной раунд переговоров в так называемом «нормандском» формате при посредничестве Франции и Германии состоится в течение ближайших четырех месяцев. Тем временем Аида Хайдар всю неделю читала зарубежную прессу, чтобы понять, к чему приведут переговоры в Париже и как ситуация в Украине изменится в ближайшее время. Все подробности узнаем у Аиды сегодня. Коллега, ты в эфире. Большое достижение, но без существенного прорыва. Так коллеги-журналисты не только на Западе, но и в России, и Украине характеризуют встречу «нормандской четверки». Ни прорыва, ни провала написали российские ведомости. Ни мир, ни капитуляция добавил украинский фокус. Словом, ничья. Так встречу охарактеризовал украинский президент Зеленский. Подробности встречи в моем обзоре через несколько минут. Будем ждать, а пока продолжим выпуск. На неделе много говорили и о кулуарах встречи в нормандском формате. По словам наших коллег, работавших на месте событий, Владимир Путин, например, довольно-таки поотечески подсказывал своему украинскому коллеге некоторые протокольные нюансы многосторонней встречи. Вот, к примеру, растерянный Владимир Зеленский. Сначала перепутал места при рассадке, а после не знал, что перед началом заседания участники встречи по протоколу делают совместное фото за округлым столом. На кадрах видно, как Владимир Путин предложил Зеленскому повернуться к фотографам для совместного фото. Ни прорыва, ни провала написали российские ведомости. Ни мир, ни капитуляция добавил украинский фокус. Словом, ничья так встречу в Париже охарактеризовал украинский президент Владимир Зеленский. О чем еще писали наши зарубежные коллеги, узнаем у Аиды Хайдарона. Уже на связи из нашей столичной студии. Аида, рассказывай. Высокие ожидания от встречи в Париже создали невероятный ажиотаж накануне. Но скромные результаты переговоров стали холодным душем для тех, кто ждал прорыва по газу и урегулирования конфликта на Донбассе. Несмотря на то, что было принято новое соглашение о полном обмене пленными и прекращение огня, стороны не приблизились к поэтическому урегулированию конфликта. А Париж и Берлин не увидели ожидаемого прорыва по газу. Встреча оставила больше вопросов, чем ответов, пишет газета Independent. Не было достигнута соглашения о выборах в зоне конфликта. Обсуждение вопроса восточной границе Украины, находящейся под фактическим контролем России с 2014 года, также не зашло далеко. Аналогичным образом не было никакого прорыва по газовому транзиту. Это остается чувствительным моментом в преддверии ожидаемого завершения трубопровода Nord Stream 2, соединяющего Россию с Европой в следующем году. Вообще, европейский интерес в восстановлении отношений между Украиной и Россией, конечно же, связан с газом. Хотя активно строятся такие альтернативные трубопроводы, как Nord Stream 2 в Германию и Turk Stream в Турцию, для транспортировки российского газа в Европу, большая часть газа в настоящее время поступает через Украину. ЕС стремится избежать любых перебоев с поставками газа. Подобные произошли 10 лет назад, когда российский гигант «Газпром» прекратил все поставки в Европу по своим украинским трубопроводам из-за спора по поводу задолженности с украинским «Нафтогазом». Россия заинтересована в подписании новой сделки, потому что в противном случае ее репутация надежного поставщика газа может быть подорвана. Украина же стратегически заинтересована в том, чтобы заключить с Россией новую долгосрочную сделку, которая обеспечит значительные транзитные объемы газа. В настоящее время российский газ транспортируется через территорию Украины, обеспечивая Киеву доход в 3 миллиарда долларов ежегодно. Между тем, украинскому «Нафтогазу» и российскому «Газпрому» предстоит провести дальнейшие переговоры о транзите и поставках, чтобы избежать перебоев с поставками газа в Украину и подписать новые соглашения, срок действия которых истекает уже 31 декабря. Несмотря на то, что по многим вопросам стороны так и не договорились, журналисты Financial Times смотрят на встречу Нормандской в четверке и довольно-таки оптимистично. Все-таки решение прекращения огня вот уже 21-й попытки с 2014 года трудно назвать незначительным, пишет Financial Times. Аналитики предположили, что скудный прогресс переговоров больше играет на руку России, чем Украине. Но господин Зеленский не уклонялся от конфронтации. Он раздражал своего российского коллегу, считают журналисты, требуя полного контроля над своей границей. Я хотел бы изложить ряд принципов, которые я никогда не буду нарушать как президент Украины и с которыми украинский народ никогда не согласится. Шансов на федерализацию нет. Не может быть никаких компромиссов по урегулированию ситуации на востоке Украины в условиях территориальных уступок Украины, в ее международно признанных границах. Мы знаем, что для каждого украинца и Донбасс, и Крым – это Украина. Путин, в свою очередь, напомнил украинскому коллеге о минских соглашениях, достигнутых между Путиным и предшественником Зеленского Петром Порошенко, которые должны быть реализованы в полном объеме. Необходимо также синхронизировать процесс достижения перемирия с проведением на Украине политических реформ, предусмотренных минскими соглашениями. В первую очередь, речь идет о внесении в Конституцию страны изменений, закрепляющих особый статус Донбасса на постоянной основе. Необходимо, конечно, продлить срок действия договора об особом статусе отдельных регионов Донбасса. И в конечном итоге придать этой норме постоянный характер, как это и предусмотрено в минских соглашениях, о которых я упомянул вначале. По мнению аналитиков, минские соглашения рассматриваются как более выгодные именно для Москвы. Журналисты «Индепендент» пишут, что ни один украинский президент не может выполнить минские соглашения так, как они написаны, не провоцируя революцию. И добавляют, растет понимание того, что это замороженный конфликт, и он останется с нами в течение следующего столетия. У меня все. Аида, спасибо. Я напомню, на связи со студией из Нур-Султана была моя коллега Аида Хайдар. А мы продолжим. К другим темам. Адвокат Джохара Царнаева попросил Федеральный апелляционный суд США отменить смертный приговор подзащитному. Все потому, что сторона защиты сомневается в объективности присяжных. Напомню, 26-летнего Царнаева приговорили к высшей мере наказания за взрыв на бостонском марафоне в 2013 году. Самодельные бомбы он сделал вместе со своим братом Тамерланом. В коде инцидента погибли три человека, еще свыше двухсот пострадали. Позже Джохар был задержан, а его брат убит при задержании. Сегодня выходец из Чечни содержится в тюрьме строгого режима в Колорадо. Дата казни еще не объявлена. За сокрытие улик по делу Царнаева были осуждены двое казахстанских студентов Диас Кадырбаев и Азамат Тажаяков. Оба они уже отсидели сроки в американской тюрьме и вернулись на родину. Кому чаще всего отказывают в американской визе? И чему будут учиться казахстанские фермеры у своих коллег из США? Об этом расскажем во второй части выпуска. И вот о чем еще пойдет речь сегодня. Власть женщинам мир обсуждает новый состав кабинета министров Финляндии. О планах самого молодого премьер-министра в мире сегодня в выпуске. Песня протестующих коротко о забастовках, захлестнувших планету на этой неделе. Таймс назвал человека года. Кто удостоен высокого статуса? Расскажем. Вслед за германскими инвесторами в Казахстан придут и американские. Таков результат рабочего визита премьер-министра страны Оскара Мамина. На неделю он посетил США. Там были подписаны несколько документов. Один из важных будущих проектов – приход на рынок Казахстана крупнейших американских агрокомпаний, таких как Tyson Foods. Что от этого получит Казахстан и как в правительстве намерены стимулировать сельское хозяйство, разговоры о котором шли последние несколько лет. Об этом, как всегда, расскажет наша коллега Жанна Алпызбаева в своей авторской рубрике «На высшем уровне». Жанна, тебе слово. Спасибо, Милина. Начну с того, что на территории Казахстана построят современный мясоперерабатывающий комплекс с производительностью около 2000 голов в сутки. В приоритете – мясо говядины. Предприятие будет не только обеспечивать потребности казахстанского рынка, но и экспортировать продукцию на зарубежные. В правительстве ожидают, что годовая сельскохозяйственная прибыль в стране превысит 1 миллиард долларов. Напомню, Tyson Foods – компания мирового уровня с опытом. А он необходим Казахстану для осуществления рывка в развитии мясопереработки и увеличения поголовья скота фермерских хозяйств, считает премьер-министр. Два завода по переработке мяса КРЭС, один завод по переработке мяса птицы. Три завода. Они поэтапно будут строиться. И планируемые инвестиции в районе 1 миллиард 250 миллионов долларов. К будущему проекту глава Кабмина подошел серьезно. Он посетил города Спрингдейл, штата Арканзас и Дакота-Сити, штата Небраска, где ознакомился с производством, технологическим процессом и научно-исследовательскими разработками Tyson Foods. В городе Амаха премьер-министр провел встречи с губернатором штата Небраска и президентом компании, лидером на рынке растительных систем Walmond Industries. Отмечу, отрасль казахстанского сельского хозяйства часто подвергается критике и считается одной из проблемных. Например, в 2013 году экспорта мяса и колбасных изделий не было вообще. Тогда же на правительственном часе Нурсултан Назарбаев возмутился тем, что Беларусь поставляет в Казахстан говядину, полученную в результате забоя, отработавшей свой срок молочных коров. Мы не возражаем против мяса. Мясо хорошее, белорусское. Мне говорят, корову надоили, отработали они свое и режут, и пусть казахи покушают. Старых коров нам отправляют, а молодых себе оставляют. А вы знаете, что мясо старой коровы кошкам дают? В 2016 году правительство планировало выйти на ежегодный экспорт 60 тысяч тонн мяса. Однако таких цифр нет и по сей день. Была попытка Минсельхоза привозить в Казахстан племенных быков из-за рубежа. Были потрачены миллионы бюджетных денег. Однако и это результата тоже не дало. Теперь же чиновники решили перенять зарубежную технологию для развития животноводства. Такие компании, как Tyson Foods, они специализируются больше на переработке и маркетинге, реализации мяса. То есть, в чем плюс для Казахстана, что это создаст гарантированный спрос по высокой цене на нашу продукцию. И нам откроются рынки всего мира. Эту программу презентовали Tyson Foods в Америке летом прошлого года. Затем был обратный визит. Они изучили все и встречались с нашими институтами и фермерами, изучали, смотрели. Это как Америка середины 20-го века. Это то же самое. Вот столько ресурсов. Это клондайк. И компания поняла, что здесь можно действительно делать хороший бизнес. Причем это даст пользу не только им, но и нашей стране. Отмечу, это не единственная тема поездки Оскара Мамина. Также он посетил такие гиганты, как Тесла и Киска. Кстати, в стране появится больше зеленых автозаправок и сервис-центров для ремонта электромобилей. А после отправился и в Лондон, где встретился с главой ЕБРР. По итогам встречи решено, что в Казахстане построят еще и многопрофильные новые больницы. У меня на этом все. Милина. Спасибо за обзор. Это была Жанна Алпызбаева со своим авторским обзором на высшем уровне. А теперь немного о том, как вопросы политические влияют на экономическую ситуацию в разных странах мира. Вот, например, европейские акции на неделю упали в связи с приближением новых тарифов США на китайские товары. У президента США Дональда Трампа есть несколько дней, чтобы решить, поднять ли тариф для китайских товаров на сумму почти 160 миллиардов долларов. А это, к слову, может усугубить затянувшуюся торговую войну. Ожидается, что в ближайшие дни главные советники Белого дома по экономическим и торговым вопросам встретятся с Трампом, чтобы принять окончательное решение. Теперь о британском фунте, который поднялся в последнее время и упал с 7-месячного максимума после того, как опрос общественного мнения спрогнозировал более уверенную, чем ожидалось, победу консервативной партии на британских выборах в четверг. На Ближнем Востоке тем временем акции Saudi Aramco поднялись на 10% их первоначальной цены в первый день торгов после рекордного IPO. Это дало контролируемой государством нефтяной компании рыночную стоимость около 2 триллионов долларов, что делает ее самой ценной котируемой компанией в мире. Но намного ниже этой ценовой отметки, которую давно требует наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Вен Салман. Нефть по-прежнему очень важна для двигателей внутреннего сгорания и промышленного производства. Однако ее важность уменьшилась. Вы можете увидеть это по примеру ОПЕК, который потерял часть своей мощности и расширился до ОПЕК+. Страны-потребители, которые традиционно не могли получить достаточно нефти, внезапно поворачиваются к электрическим и гибридным автомобилям и другим альтернативам. Таким образом, важность нефти уменьшается, хотя она все еще очень высока. Избрание в Финляндии Санны Марин на самый высокий государственный пост не могло остаться незамеченным для мировой общественности. Она стала самым молодым премьер-министром в мире. Ранее Марин занимала должность министра транспорта и коммуникации. В Дускунте за Санну проголосовали 99 депутатов, а против было всего 70. Марин предстоит возглавить финский парламент, где главами пяти крупнейших партий также являются женщины, четыре из которых моложе 34 лет. Всего в новом правительстве Финляндии будет 12 женщин и 7 мужчин. Санна Марин заявила, что она восстановит стабильность Финляндии и продолжит использовать социальные сети, но с осторожностью. Как вы сказали, я представляю молодое поколение, но, конечно, что касается социальных сетей или Инстаграм, я думаю, что я человек, реальный человек, даже несмотря на то, что я премьер-министр. Так что я не буду менять свое поведение. Конечно, я должна быть осторожнее с тем, что говорю, потому что это может представлено как слова всего правительства. Но я все еще человек и буду им в будущем. Новое правительство страны Тысячи Озер уже окрестили женской пятеркой. Министр образования Финляндии 32-летняя Ли Андерсон также высказалась о своих дальнейших политических планах. Мы сделаем добро для общества в целом, если люди заметят и узнают людей, которые занимаются политикой. Какая музыка нам нравится, чем мы занимаемся в наше очень скудное свободное время, как мы общаемся за кулисами во время переговоров. Потому что я думаю, что это то, что я упустила из публичных дебатов и из политики в течение длительного времени. Мы просто люди. Все мы. Сегодня премьер-министр Финляндии берет на себя руководство во время волны трудовых волнений и забастовок. Марин сказала, что восстановление доверия между партнерами по коалиции будет одной из первых задач. Ее предшественник Анти Ринны потерял уверенность в том, что справится с почтовой забастовкой и ушел в отставку на прошлой неделе. И к другим темам. В Нур-Султане на неделе состоялся прием посла Евросоюза по случаю Дня прав человека. О чем говорили на вечере и что ему предшествовало в репортаже Мольдыр Абдуалиевой. Всеобщая декларация прав человека была принята 71 год назад. На протяжении всех этих лет Европейский Союз работает над тем, чтобы каждое слово, написанное на бумаге, было притворено в жизнь. Повышение статуса женщин, темнокожих, предотвращение пыток и насилия, защита беженцев, права африканских детей на получение образования и объединение людей разных наций и религий. Борцы невидимого фронта, а именно представители ЕС, ежедневно решают те проблемы, о которых рядовые граждане слышат лишь из хроник новостей. Права человека – это не то, что можно отсрочить до того момента, когда социально-экономическое развитие или безопасность будут усовершенствованы. На самом деле нарушения прав человека часто являются предвестником конфликта. Существует множество фактов, подтверждающих, что соблюдение прав человека, продвижение эффективного управления, инклюзивного и демократического общества вместе с поддержкой свободных СМИ и активного гражданского общества является наилучшими способами гарантировать устойчивую безопасность, стабильность и процветание. Соблюдение прав человека в Казахстане – то, на что обращают внимание и мировое сообщество, и гражданские активисты. С каждым годом показатели во всемирном рейтинге у Казахстана растут. Именно поэтому столица может позволить праздновать этот день на не менее высоком уровне. На мероприятии собрались более 170 человек, среди которых правозащитники, представители государственных органов, гражданского общества и дипломатического корпуса. Казахстан является участником всех ключевых международных инструментов в области поощрения и защиты прав человека, что свидетельствует о твердой приверженности нашего государства, ценностям и принципам защиты прав человека, а также последовательному укреплению нашей национальной правозащитной системы. Казахстан также активно взаимодействует с механизмом специальных процедур Совета ООН по правам человека. Как известно, в 2009 году мы направили открытое приглашение в адрес всех держателей мандатов спецпроцедур. Также в этом году ЕС отмечает 30-летие Конвенции ООН по правам ребенка. По этому случаю в Казахстане состоялась выставка работ 30 финалистов и победителей детского конкурса рисунков Kids for Rights. Совместно с Европейским Союзом организаторами стали посольства Бельгии, Швейцарии и представители ЮНИСЕФ. Инициаторы конкурса отметили, что улыбки казахстанских детей также должны сверкать на лицах детей со всех уголков земли. Мольду Рабду Алиева, Али Бежанас, специально для программы «Мир итоги», Нурсултан. И мы продолжаем выпуск. Ливийский фельдмаршал Халифа Хафтар призвал свои войска к очередному наступлению на Триполи. По его словам, это станет решающей битвой за столицу. Напомню, в 2014-м Ливия была поделена на две части. Западная территория во главе правительства, где и расположена столица, восточная военных под руководством Хафтара. По некоторым данным, он получает поддержку Египта и Объединенных Арабских Эмиратов. Однако ливийский главокомандующий это отрицает. На протяжении нескольких лет западная и восточная стороны не могут прийти к мирному соглашению. В днях госсекретарь США Майк Помпео выразил желание сотрудничать с Россией для завершения конфликта в североафриканской стране. Сегодня мы объявляем решающую битву и продвижение к центру столицы, чтобы освободить ее. Наши люди в Триполи ждут терпеливо. Сейчас они окружены террористами. В Ливане более месяца не утихают протесты. Однако, если демонстрации ранее носили агрессивный характер, то теперь мирный. Так в столице группа демонстрантов исполнила песни в здании нескольких банков. Песни активисты пожаловались, что из-за нехватки денег им уже нечем платить за кредиты. Они выразили опасения по поводу своих заблокированных сбережений в финансовых институтах. Отмечу, Ливан охвачен наихудшим экономическим кризисом с периода гражданской войны 1975-1990-х годов. Руководители местных банков установили жесткий контроль по транзакции средств за рубеж. И о других протестах, захлестнувших планету на этой неделе, я расскажу коротко прямо сейчас. Чилийские парламентарии отклонили предложение о свержении президента Себастина Пинеры. За отказ от выдвижения проголосовали 79 депутатов против 73. Напомню, Пинера был первым президентом, который столкнулся с импичментом в Чили. Митингующие собрались на главной площади страны и подожгли окровавленное чучело Пинеры. Почти два месяца страна была потрясена волной протестов. Жители выступали против невозможности получить достойное бесплатное образование и услуг здравоохранения. В результате беспорядков 26 человек погибли. В Париже восьмой день продолжается манифестация профсоюзов против пенсионной реформы. Движение в столице полностью парализовано. Поводом для недовольства послужили предложенные властями страны изменения пенсионного законодательства. Протестующие заявили, что продолжат забастовки на рождественские праздники, если правительство не отменит пенсионную реформу. Сотни людей приняли участие в похоронах гражданского активиста Фахима Аль-Таи. Он был застрелен после возвращения с оппозиционной манифестации. Похороны превратились в массовую антиправительственную демонстрацию в знак поддержки продолжающимся акциям протеста по всей стране. Более 400 человек были убиты иракскими войсками с начала массовых забастовок 1 октября. Протестующие напали на железнодорожные и автобусные станции на северо-востоке Индии. Напомню, люди недовольны новым федеральным законом, который позволяет немусульманским меньшинствам получить индийское гражданство. Митингующие считают, что эта мера откроет регион для потога иностранцев. Полиция применила слезоточивый газ, чтобы разогнать протестующих. И напоследок. Человеком года по версии журнала «Таймс» названа шведская активистка Грета Тунберг. На протяжении всего года 16-летняя защитница планеты призывает человечество обратить внимание на проблемы изменения климата. Миллионы молодых людей по всему миру поддержали идею Греты и выходили на масштабные акции протеста в разных точках планеты против бездействия мировых лидеров и политической пассивности в этом вопросе. Напомню, началось все в августе 2018-го, когда Грета пропустила школу и разбила лагерь перед шведским парламентом, требуя конкретных действий. «Таймс» пишет, за 16 месяцев, прошедших с тех пор, как она выступала перед главами государств в ООН, встречалась с Папой Римским и президентом Соединенных Штатов, Грета вдохновила 4 миллиона человек присоединиться к глобальной климатической забастовке 20 сентября 2019 года самой большой климатической демонстрации в истории человечества. Тунберг продолжает бить в барабан. На прошлой неделе она приняла участие в конференции по климату COP25 в Мадриде и сказала, что голоса сторонников изменения климата услышаны, но политики по-прежнему остаются пассивными. Что ж, это были самые заметные события уходящей недели, о которых мы успели вам рассказать. Мы увидимся в следующую субботу и расскажем, как изменился мир за неделю. На сегодня все. Хорошего вечера.